Кант и гиперинтенсиональность. Я рассмотрю сложности, связанные с интерпретацией модальных категорий Эммануэла Канта, прежде всего категории «как если бы» у Канта. И предлагаю использовать такие категории, как «квази-возможные» и некоторые другие для этой интерпретации. Алло? Работаем. Хорошо. Так, известно, что у Канта широко используются модальные категории, возможный опыт, аподектические суждения и многие другие. И часто эти модальности необычны, и они не так просто приводятся в соответствии с категориями, которые используются в модальной логике. В качестве примера подобной модальности можно взять категорию «как если бы». Данную категорию не получается интерпретировать как контрфактуал по схеме «если бы А, то Б», поскольку реальное существование А в соответствующих контекстах, в контекстах «как если бы», не предполагается. Что же это за контексты? Мне представляется, что выделение данных контекстов стало возможным за счет разграничения у Канта категории «рассудка» и «разума». контексты категории «как если бы» относятся к области идей разума, которые толкуются как проблематические понятия, не имеющие референтов в природе. И именно поэтому А не есть фактуал. И схема контрфактического осуждения никак не подходит. Когда мы изучаем Канта, то мне представляется, что необходимо использовать модальность ДРЭ, говорить о некоторых объектах. это в большей степени соответствует его философии, его идеям. И это относится не только к области феноменов, но и к области науменов. Феномены Канта толкуются как предметы возможного опыта. С феноменами достаточно просто разобраться, можно использовать стандартные модальности. Феномены конституируются рассудком совместно с чувственностью и образуют область природы. Наумены конституируются разумом. Идеи разума, являясь понятиями проблематическими, не обозначают никакого предмета. Это в действительности не имеют референции к чему-либо существующему физическому. Но в данном случае отсутствие референции неправильно было бы интерпретировать в качестве основания для ложности соответствующих суждений, в которые входят идеи разума. Фиктивное не означает ложное. Наумены Канта могут быть отнесены к некоторому второму меру, то есть считаться чем-то трансцендентным. Это одна интерпретация. Или считаться чем-то характеризующим лишь самого агента познания, то есть трансцендентальным. Это вторая интерпретация. Ну и я собираюсь придерживаться именно второй интерпретации. А если мы будем придерживаться второй интерпретации, то у нас как бы неизбежно будут затронуты какие-то эпистемические контексты. Ну, может быть, это усложняет поиск подходящих модальностей, но делать нечего. У Канта используется метафора мнимого фокуса. Большинство кантовских метафор и примеров взяты из области физики. Мнимый фокус в оптике есть точка схождения световых лучей, которая в действительности не существует, но которая должна полагаться или приниматься в качестве некоторого объекта для приведения знаний в систему, для организации получаемых знаний в форму науки. Вот. Ну и использование этой метафоры еще раз, мне кажется, является некоторым аргументом в пользу Дере интерпретации кантовской философии. Однако сложность как раз состоит в том, что данные объекты не существуют в природе, не входят никак в область возможного опыта. Поэтому возникает необходимость обращения к гиперинтенсиональному уровню для анализа кантовских объектов. Определим минимальный уровень гиперинтенсионального как свойства-свойств. В данном случае потребуется, конечно, логика второго порядка, но я не собираюсь ее конструировать в данном случае. А в Дере-контекстах свойства-свойств могут интерпретироваться как свойства идеальных объектов. Почему? Ну, чуть позже скажу, почему. Вот. Ну, а как бы первопорядковая квантификация нам уже вроде бы недостаточно, поскольку мы имеем дело не с объектами природы, не с объектами действительного мира, и никак не соотносимся с действительным миром. Никак не соотносимся. Ну, и мне кажется, необходимо ввести виртуальные объекты, когда мы берем гиперинтенсиональные объекты. И, мне кажется, вот можно говорить по аналогии… А, нет. Используется часто категория сугубо возможных объектов, которые как раз близка к тому уровню, который нам необходим. Сугубо возможных. Ну, это те возможные, которые не могут быть отнесены к действительности. И мне представляется, что выходом здесь будет обращение к категории виртуальных объектов. Вот. Эта категория используется у данной Скотта. У данной Скотта различаются виртуальные, возможные и действительные объекты. Если буквой В обозначить область виртуальных объектов, буквой Д – возможных, буквой А – действительных, то имеет место вот это соотношение А – принадлежит или совпадает с Б, Б – принадлежит или совпадает с В. Таким образом, согласно Дану Скотту, все действительные объекты есть возможные объекты. Ну, конечно, не сугубо возможные. Все возможные объекты есть, виртуальные объекты, но не сугубо виртуальные. Вот здесь я ввожу понятие сугубо виртуальных объектов по аналогии как раз с понятием сугубо возможных объектов. Ну, и Дану Скотт говорит, возможность введения виртуальных объектов достаточно неисследована. Их надо понимать не как приведение, а скорее как идеальные объекты, введенные для того, чтобы увеличить закономерность в нашем языке. Используя имена таких объектов, мы часто получаем простые формулировки, благодаря которым можно избежать увеличения числа различных частных случаев. Ну, и примерами подобной идеализации являются плюс-минус бесконечность в обычной теории действительных чисел, бесконечно удаленная точка в проективной геометрии виртуальной классы в теории множества. Ну, и вот Дану Скотт предлагает считать выражения для виртуальных объектов действительно именующими какие-то абстрактные объекты. И, значит, предлагает способ их задания этих абстрактных объектов. исходно виртуальные объекты разделяются на возможные и невозможные. То есть некоторые виртуальные объекты являются возможными, некоторые виртуальные объекты являются невозможными. Но поскольку мы ввели сугубо виртуальные, по аналогии с сугубо возможными, естественно, сугубо виртуальные не являются возможными, относятся к классу виртуальных невозможных объектов. Виртуальные невозможные. Можно здесь использовать идеи хинтики. И тогда сугубо виртуальное на этих эпистемических основаниях можно классифицировать как сугубо виртуальное, которое эпистемическим агентам признается невозможным и является таковым. Ну, поскольку все сугубо виртуальное является невозможным. И сугубо виртуальное, которое эпистемическим агентам рассматривается в качестве возможного. Вот здесь как раз эпистемология и выходит на поверхность, но не является таковым. Сугубо виртуальное, которое, ну, кажется, представляется, рассматривается эпистемическим агентам в качестве возможного. Хотя сугубо виртуальное не может быть возможным. Сугубо виртуальное должно быть отнесено полностью и окончательно к невозможному. И мне представляется, что пункт «Б» не является противоречием. Почему? Ну, а не является тривиальным противоречием. Когда хинитика говорит о поверхностной информации, он подчеркивает, так скажем, отсутствие тривиальной противоречивости на этом уровне. Пункт «Б» не приводит нас к противоречию в рамках имеющегося у конечного агента информации, не является тривиально противоречивым. Это соответствует понятию поверхностной информации. Теперь еще одна категория, категория квази-возможного. Ну вот, как мы видели, Дана Скотт говорит о виртуальных объектах функции идеальных объектов. И также вспомним нашу классификацию сугубо возможных на эпистемической основе. И можно называть как раз сугубо виртуальное типа «Б». Давайте я вернусь. Сугубо виртуальное типа «Б» назовем квази-возможным. Еще раз. Сугубо виртуальное типа «Б» – это у нас будет квази-возможное. Тогда получается, что все идеальные объекты квази-возможные, согласно определению виртуальных объектов, как идеальных объектов у Даны Скотта. Но не все квази-возможные объекты являются идеальными объектами. Извините за некоторую шутку. Заголовок звучит немножко вызывающе. Гёдель против конечности познающего агента. Что имеется в виду? Имеется в виду правило Гёделя из «Доказуемо, что А», мы получаем «Доказуемо, что необходимо А». Но извините, если мы берем конечного агента, то это может оказаться и не так. И если мы убираем правила Гёделя, то у нас сразу два следствия. Должны быть некоторые логики, которые не являются нормальными, согласно Крипке. И эти логики должны быть логиками не классическими. Так, мы убираем правила Гёделя. Квази-возможные как противоположность к квази-невозможным. Ну, поскольку мы пошли вводить очень много категорий, то для полноты, для полного счастья, наряду с квази-возможным, нам нужно ввести квази-невозможные. И это не только для полного счастья, это и будет функционально в некотором отношении. Итак, квази-возможное не является тривиально противоречивым. И легче, мне кажется, легче начинать конструировать не с квази-возможного, а с квази-невозможного. И когда мы признаем правила Гёделя, значит, у нас имеет место схлопывание модальностей. схлопывание модальностей. То есть, возможно, что возможно, П, эквивалентно, возможно, что П. Но мы не будем это принимать, мы будем считать, что возможно, возможно, П, эквивалентно, что возможно, П, или возможно, не П. И квази-невозможное можно представить как выводимость из возможно-возможно, что П, возможно, что неверно, П. Ну, если желаете, можно перефразировать это более выразительно. То, что возможно-возможное возможно, это точка зрения Господа Бога, ну, и классической логики, которая принимает правила Гёделя. А то, что возможно-возможное, либо или возможно, или возможно, что оно невозможно, или возможно, или возможно, что противоположное ему и истинно, это как бы более по-человечески будет. Для человека не всегда очевидно, что возможно-возможное возможно. Для человека не всегда это является очевидным. Мы мыслим иначе. Для нас допустимо, что возможно-возможное приводит к возможно, что неверно, то, что является возможно-возможным. Мы мыслим так. А Господь Бог, конечно, мыслит, что возможно-возможное возможно. И если мы отталкиваемся от квази-невозможного, то легче определить квази-возможное, чем начинать с определения самого квази-возможного. Вот я представил, как это можно сделать, если мы начинаем с квази-невозможного. Мы строим отрицание. О квази-невозможном мы уже говорили. Мы строим отрицание и получаем определение квази-возможного. Ну и квази-возможное не является противоречием. Ну и не является противоречием для конечного агента с какими-то эпистемическими ограничениями. Ну, можно сказать, что оно находится на уровне поверхностной информации в смысле хинтики. Квази-возможное видится как возможное. Хотя по определению квази-возможное относится к сугубо виртуальному и должно бы считаться невозможным. Ну, с точки зрения Господа Бога. С точки зрения Господа Бога оно должно бы считаться невозможным. Ну и здесь предположение я не утверждаю категорически, что все обстоит именно так. Но мне кажется, что Кант это прежде всего физика. Все метафоры Канта из области физики. И когда мы говорим о Канте, надо мыслить природу как нечто физическое и так далее и тому подобное. И мне кажется, что наиболее подходящим вариантом для разговора о возможности в каком-то физическом смысле дает система С4. Система С4. Ну, может, я ошибаюсь, можно наверное и как-то по-другому. Ну, вот. Ну, и как мы выяснили, мы имеем и ненормальное, и неклассическое. То есть, получается, что С4 должны быть соответствующими, они должны быть ненормальными в смысле критики, само собой, неклассическими. так, значит, для конечного агента, который в информации о предмете ограничен, возможно, возможно, и определяется как возможно или то, что это возможно, или то, что это невозможно. когда мы говорим о возможностях. Ну, и если мы берем интерпретации Канта, то наиболее интересной представляется интерпретация Ганса Файхингера в его работе «Философия как если бы» интерпретация Канта Ганса Файхингера. Вот как раз понятие фиктивного как того, что не является ложным, всесторонне разрабатывается, рассматривается Гансом Файхингером. И мне кажется вот его интерпретация Канта наиболее интересна, наиболее глубока, продуктивна и так далее. Гиперинтенциональный фикционализм никакого отношения к разговору о ложности фикции не имеет и не должен иметь. Фикции суть воплощения нашей конечности, о которой размышлял Мануэн Кау. Ну и в качестве примера вспомните Кант говорил, что его воодушевляет звездное небо над головой и моральный закон во мне. Вот я как бы в качестве примера и обращаюсь к ним. Звездное небо надо мной это мир как целое, но мир как целое нормальному, конечному человеку не может быть дан. Мир как целое может быть дан только духовицу какому-нибудь, которого нужно изолировать, заботиться моральный закон во мне. Моральный закон во мне он не зависит ни от фактов природы, ни от фактов социума. Ну и по большому счету даже мы не знаем его содержание, мы знаем только его характеристики как универсального, категорического и так далее. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...